Эфир Амурского областного продолжает новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. В режиме телемоста Владимир Путин и Си Цзиньпин запустят газопровод Силы Сибири. Есть пострадавшие. В Благовещенский автомобиль врезался в автобусную остановку. О Благовещенской агломерации. Известные российские архитекторы предложили свои идеи по развитию областного центра. Назад в СССР. Жительница Благовещенская в своей квартире открыла музей, посвященный советскому прошлому. Сегодня будет запущен в эксплуатацию газопровод Силы Сибири. В режиме телемоста участие в торжественной церемонии примут главы России и Китая. По газопроводу Силы Сибири газ на внутренний российский рынок и на экспорт в Китай будет транспортироваться с Чаединского месторождения в Якутии и с Кавыктинского месторождения в Иркутской области. Протяженность трассы 3000 километров. Она проходит по трем субъектам России. Это Иркутская область, Республика Саха-Якутия и Амурская область. Между тем договор купли-продажи российского газа по восточному маршруту был подписан в 2004 году. Срок действия документа 30 лет. За это время предполагается поставить в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год. В Благовещенский автомобиль врезался в автобусную остановку. В это время там были люди. Известно, пострадали два человека. Это 12-летний ребенок и взрослый. Фото и видеоинциденты появились в социальных сетях. Авария произошла 1 декабря около 16 часов. В автобусную остановку неподалеку от базы ОПС врезалась иномарка, как сообщает Порт-Амур. По предварительным данным, причина аварии в том, что водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Два человека, которые стояли на остановке, получили травмы. Тем временем в Забайкальском крае пассажирский автобус попал в аварию на трассе. Погибло 19 человек. Губернатор Амурской области выразил соболезнования родным и близким погибших, а также жителям Забайкальского края. ДТП произошло 1 декабря. Пассажирский автобус, в котором находились более 40 человек, ехал по маршруту Чита-Сретенск. Транспорт слетел с трассы и упал в реку, перевернувшись на крышу. Погибло 19 человек, в том числе водитель и двое детей. Еще 14 человек госпитализированы. 10 остались невредимы. От опыта Латинской Америки до Наукограда будущего. Как должна выглядеть Благовещенская агломерация? Ответ на этот вопрос пытались дать известные российские архитекторы. Свои видения они представили на пленарной площадке, которая состоялась во время Амурского экономического форума. За дискуссией архитекторов наблюдала и съемочная группа Амурского областного. Подробности знает Ольга Сысой. Уникальная канатная дорога, международный терминал аэропорта Игнатьево, мост через Амур. Эти масштабные транспортные проекты послужат мощным толчком для социально-экономического развития Благовещенска. Учитывая это, член международного сообщества городских и региональных планировщиков Кирилл Солганов предложил рассмотреть устройство агломерации на примере городов Сан-Диего и Тихуана. Также здесь есть международный аэропорт Тихуана, который был построен вместе с пригодничным пунктом пропуска и достаточно большим активным сегодня является. Но, однако, необходимо отметить, что в принципе пункт пропуска Сан-Диего является одним из самых больших в мире и через него проходит порядка 64 миллионов человек и 25 миллионов автомобилей в год. В свою очередь Денис Пшеничников, автор проекта «Золотая миля», предложил создать на территории Благовещенской агломерации «Наукоград» культурно-просветительский центр для проведения международных фестивалей и конкурсов, а также деловой центр. Примечательно, что, как и в проекте «Золотой миля», архитектор предложил возвести намывную территорию в районе очистных сооружений. Почему мы на это место акцентируемся? Потому что есть еще понятие как бы градостроительной среды и градостроительного центра самой агломерации. И, в принципе, это самое удачное, самое лучшее место, как, кстати, вот такой градостроительный доминант, на котором, в принципе, ориентировались вот эти три территории – Благовещенска, Хайхэ и новая территория Благовещенск. Планировать Благовещенскую агломерацию изолировано нельзя, считают в администрации областного центра. То есть нужно учитывать соседство с приграничным Хайхэ. Тем более, что экономические и культурные связи между двумя городами развиваются уже много лет. Сегодня идут работы по реализации масштабных транспортных проектов. Сделать Благовещенск еще более привлекательным для инвесторов и туристов поможет получение городом статуса свободного порта. Работа в этом направлении уже идет. Конечно, нам необходимо достроить берег. Сейчас это идет уже. У нас есть пятый-шестой участок, это в районе Верблаговещенска. У нас есть десятый участок в районе Лазурного берега. Если мы их достроим, то, конечно, это новая территория для инвестиций, для общественной рекреационной территории. Поэтому этого нам не хватает, но мы в этом направлении работаем. Все предложения и рекомендации, озвученные в процессе дискуссии, будут переданы в администрацию Благовещенска. На их основе в последующем сформируют концепции и стратегии пространственного развития Благовещенской агломерации. Ольга Сысоев, Ансюмак, Амурское областное телевидение. Возведение канатной дороги, благоустройство предмостовой территории и сотрудничество в сфере культуры и спорта. Эти и другие темы обсудили губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр города Хэйхэ Ма Ли. Встреча прошла в региональном правительстве. С точки зрения развития российско-китайских отношений этот год можно считать очень плодотворным. Как отметил глава региона, завершены основные работы по строительству международного автомобильного моста в районе городов Благовещенск-Хэйхэ. Начато возведение канатной дороги. Строительство идет по графику. Большая работа ведется и в сфере культуры, спорта, а также туризма. Известно, что в следующем году в Хэйхэ состоится третье заседание по развитию туризма провинции Хэйлунзиан для увлечения туристического потока в Хэйхэ и Амурскую область. Ма Ли пригласил Василия Орлова и представителя российской стороны принять участие в этом мероприятии. Более того, совместно презентовать туристический потенциал при Амурье и Хэйхэ, а также рассмотреть возможность создания новых туристических маршрутов в области, сообщает пресс-служба правительства региона. Молодожены Циолковского теперь будут регистрировать браки в обновленном ЗАГСе. Здание открыли после ремонта. Раньше мероприятие регистрации брака и прием граждан проходил в одном кабинете. Рабочие заменили полы, обои, сделали освещение, а зал регистрации брака переехал в новое, отдельное помещение. На ремонт ушло более 170 тысяч рублей. Кстати, косметический ремонт в здании провели впервые за 4 года, то есть с момента основания. ЗАГС Циолковского находится в Доме культуры, в кабинетах культурно-досугового центра «Восток», сообщает пресс-служба правительства области. Стоит отметить, в этом году в Приамурье отремонтируют 13 отделений ЗАГС. В Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее, Тынде, Шимановске, а также в Мазановском, Архаринском, Серышевском и других районах. В большинстве работы уже завершены. На эти цели было выделено более 12 миллионов рублей в рамках единой субвенции из федерального бюджета. Назад в СССР. Необычный музей, посвященный советскому прошлому, в своей квартире открыла жительница Благовещенская Анна Божидомова. Основой для коллекции стали вещи, сохранившиеся в ее семье. Но с каждым днем уникальное собрание пополняется новыми раритетами. То, что еще вчера было в ходу, а сегодня стало историей, безвозмездно передают простые благовещенцы. Сегодня от желающих узнать о годах индустриализации, коллективизации, застоя, конечно же, перестройки нет отбоя. Особенно такие экскурсии интересны современным школьникам. Каким он был, Союз Советских Социалистических Республик, как выглядела знаменитая авоська, электробритва молодости и карболитовый телефон, обо всем этом расскажет Юрий Камышный. Это схема для вышивания, узор вышивки крестом, типография имени Сталина 1958 года. Основная экспозиция этого домашнего музея расположилась на нескольких стеллажах одной из лестничных площадок. Помимо схем для вышивания, здесь можно увидеть бюсты советских вождей, фарфоровые статуэтки, лампы, часы, букварей и даже вот такой карболитовый телефон, не пропускающий электричество. А еще швейные машинки, сифоны для газировки, ну и, конечно, те самые знаменитые советские авоськи, с которыми наши бабушки и мамы ходили за покупками. И есть здесь и настоящий дефицит того времени – многоразовый пластиковый пакет. Сами пакеты были запасными, а ручки съемными, они защелкиваются вот здесь. То есть это еще Белоруссия, что ли? Да, Минск. И вот запасной к нему. Это, подруга те качество, какое материало прям. Ну, на века. На века. В Советском Союзе все делалось действительно на века, по строгим ГОСТам, в соответствии со всеми правилами и требованиями. Неудивительно, что большинство экспонатов этого музея, как этот фен, улыбка или вот эти громоздкие мясорубки, до сих пор в рабочем состоянии. Небольшая площадка из-за своих размеров просто не смогла вместить все вещи из советского прошлого. Часть большой коллекции Анна хранит в своей квартире. Вот, к примеру, детские игрушки. А это уже новогодняя экспозиция со знаменитыми пластмассовыми елками, которые были в каждой советской семье. Она выполнена из пластмассы с настоящими советскими игрушками. То есть они, ну, отличаются. Они не настолько хрупкие, как сейчас современные. Они тяжелые достаточно. Крепкие. Ой, не потеряли ничего, ни своего блеска. Все без клов. В планах Анны открыть отдельную экспозицию домашнего декора советской семьи. Тем более, не так давно в их семейный музей передали вот эту коллекцию ручной вышивки. Здесь и портрет Ленина, Пушкина, природные пейзажи. Интерес историков вызовут и вот такие вязаные вещи для постели. Вот эта часть срезалась вверх, наволочки. Дальше наволочка пришивалась, вот так вот оформлялась. Видите, как по-другому даже подушка уже играет, да? Большая честь экспонатов – это дар простых благовещенцев, которым жалко выбрасывать вещи. Десятилетиями хранившиеся в их семьях сюда они несут их безвозмездно. А здесь уже они обретают вторую жизнь. Мы, конечно, с удовольствием принимаем. У нас один раз возник вопрос о том, что «А это не выкинете? А вы не на продажу?» Нет, мы не на продажу принимаем вещи, у нас не антикварный магазин, у нас нет цели продажи. Мы пытаемся сохранить историю. Этот домашний музей интересен прежде всего тем, что здесь все можно потрогать своими руками, а некоторые предметы даже увидеть в работе. Неудивительно, что каждая экскурсия на эту интерактивную выставку дает полное ощущение погружения в прошлое. в советское прошлое, что особенно интересно для тех, кто родился и вырос в СССР. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Письма с пожеланиями Деду Морозу написали воспитанники Дмитриевского детского дома. Исполнить мечту амурских ребят и стать главным новогодним волшебником сможет любой взрослый. Сейчас при Амуре проходит акция «Стань Дедом Морозом». Более подробно в материале нашего корреспондента. До Нового года и еще месяца в Дмитриевском детском доме уже праздничное настроение. Сказочные персонажи Снеговик и Баба Яга пришли к ребятам за письмами. Воспитанники учреждения написали открытки с пожеланиями Деду Морозу. 13-летняя Полина любит получать подарки и поздравляет амурчан сама. С ребятами из детского дома они готовят праздничные выступления для жителей Дмитриевки и других сел района. Мы каждый год готовим поздравления, а от детского дома танцы, песни свои, стихи. Я верю Деду Морозу. Такой персонаж яркий, очень нравится. Я, конечно, многое хотела, но выбрала по мелочам. Выбрала я колонку и косметику. Как я крашусь уже. В сказочных героев нарядились сотрудники местного дома культуры. Руководитель ДК примерила объемный костюм Снеговика. Рассказывать театрализованную постановку подготовили буквально за ночь. Успеть выучить сценарий в такой короткий срок помог опыт. Женщины много лет организуют культурную жизнь села. В Доме культуры у нас мероприятие всегда. Это у нас все праздники, все по сценарию всегда проходит. В таком персонаже впервой. Впервые акция «Стань Дедом Морозом» была организована в прошлом году по инициативе амурского губернатора. Письмами от юных амурчан украсят новогоднюю елку в правительстве области, где любой желающий сможет снять открытку и исполнить мечту ребят. В Дмитриевском детском доме сегодня 33 воспитанника. Это ребята от 6 до 16 лет. И подростки, и совсем маленькие мальчишки, и девчонки верят в то, что их желания обязательно исполнятся. Ну, они реагируют, они очень серьезно относятся, подходят к этому, они там с удовольствием думают, сидят, пишут эти письма, оформляют. Там в пакете все, вы не видели, но там у нас елочки сделанные, украшенные красиво, и там на обратной стороне каждой елочки написаны те пожелания, которые дети хотят, те подарки, которые дети хотят получить от Деда Мороза. Загаданное в письме получит каждый ребенок. Подарки юным амурчанам раздадут в канун Нового года. Праздничные открытки уже заполнили воспитанники социальных учреждений Тындинского района, социально-реабилитационного центра «Мечта» Благовещенского детского дома. Планируется всего писем будет порядка 500. Денис Вериденко, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Напомню о развитии событий. Читайте на нашем сайте amurobl.tv, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт Амурского областного. Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.